рустам солнцев выходит с нами на прямую связь рустам привет добрый доброе утро давай начнем с визита карлсона к владимиру путина но как говорят к малышу а насколько эта тема обсуждаем в соединенных штатах где ты живешь вот включая телевизор или не знаю там различные приложения ты сталкивался с тем что путин дал интервью карлсон включаю телевизор нигде этих новостей нет на американских телеканалах а я я люблю американские телеканалы и это не только телеканалы с готовкой и с шефами на кухнях я всякое смотрю но сегодня я нахожусь в аризоне у меня два часа назад закончилось мероприятие хорошее веселое для русскоязычных людей и я разговаривал с очень красивой женщиной богатая женщина она приехала к отелю на джипе ламборджини забрала меня и повезла меня на мероприятие просто так ну так случилось я ее вообще не знаю ее попросили ну то есть ей можно задать вопросы получить адекватный ответ она знает себе цену прошу прощения за цинизм она знает что такое делать бизнес в америке у нее бизнес здесь на на живет здесь более 20 лет и она сказала что таки да они между собой это обсуждают ну вот в среде русскоговорящих ничего хорошего карлсону все как она сказала вот буквально цитирую два часа назад был разговор карлсону все относятся плохо считают его за дурачка а я ей парирую а он не тот дурачок который играет в ненормального такую транслирует такую как бы ну как бы такую не норму странности какие-то там яркую гомофобию какую-то веру в инопланетян но он же в конце концов не прости господи катя лень это взрослый мужчина даст там со смешной какой-то мимикой и так далее говорит нет нет он такое есть у него что-то с головой и в этом все уверены еще раз повторяюсь ребята я перечислил атрибуты там богатой жизни это этой женщины не для того чтобы подчеркнуть ее хотя нет наверное подчеркнуть статус что это серьезный человек это не просто ну какая-то там ну кто-то там нет серьезный человек которого заботит жизнь сша которая очень хорошо разбирается в том что происходит следить за политикой из-за политикой в россии естественно этот вопрос не прошел мимо нее ее зовут виктория и виктория мне об этом поведала что вот отношение вот такое но возвращаясь своему вопросу нигде никаких ссылок ничего я захожу на американские сайты это разные сайты и светской хроники в принципе и новостийные я не вижу там ничего такого это раз во вторых через день вообще повестка как мне кажется ушла ушла совершенно не захотели американцы про нижегородскую республику тринадцатого века ничего знать если говорить о карлсоне насколько он влиятельна и популярная фигура насколько я понимаю все-таки это значительный в медийном пространстве персонаж в американском инфополе был был значительный когда он был на факс на факс ньюз на этом телеканале и это все абсолютно подчеркивают что там к нему прислушивались затем когда у него произошло это очень странное недоразумение повлекшая а выплату огромных до миллиарда по моему сумма составляла факс заплатили штраф за него в суде они проиграли суд это известное дело а все из-за его бредней он напомню он придумал что автоматы для подсчета голосов которые опускались бюллетени я кстати несколько раз видел как происходит голосование своими глазами здесь в штатах очень интересно все конечно так вот он он предположил что эти автоматы были настроены именно в за байдена и против насколько я помню против трампа то есть у него была какая-то очень странная своя теория и он ее один раз второй раз третий раз он ее произнес и корпорация которая выпускает эти машины посчитала нужным обратиться в суд 800 миллионов долларов насколько я понимаю телекомпания факс должна была заплатить не знаю как там обстояли дела с этой оплатой но кстати говоря второй спикер за последние два дня русскоговорящий связывает карлсона и трампа вместе да и подчеркивают что один немного ну как-то вот находит там разные слова для него эпитета не очень нормального вменяемого человека и для второго тоже вот так как бы вот конечно же я всем интересуюсь но чтобы американская публика это обсуждала или еще что-то вадим я скоро два года нахожусь соединенных штатах америки за два года один раз один человек и это был американец задал мне вопрос по поводу того что происходит в российской федерации в связи с войной один раз за два года учитывая мое обширное общение я общаюсь я иду на общение мне это нравится я разговариваю по-английски не так круто как многие наверное здесь но все таки один раз за два года это говорит об уровне американцев которые интересуются в кавычках жизнью в россии они вообще не интересуются мы для них серая зона мы для них черное пятно мы для них просто люди которые находятся где-то там а если кто-то и посмотрел это интервью хотя бы краем уха просто из интереса где-то сидя перед телевизором в вагончике в техасе в техасской полупустыне то теперь мы для них еще и люди которые живут интересами новгородской новгородской по моему республики 13 века и рюриковичи тоже еще в теме молчи вообще просто не слов а ты посмотрел это интервью сам целиком я как я как и все конечно же начал начал это делать и тоже подписался на трансляцию первые полчаса мне были интересны как они были интересны и карлсону а потом я уловил в нем эту игру его эту его мимику его эмоции и я понял что это было уже на 35 минуте вот эти вот его закидоны головы что не понял еще раз туда посмотрит сюда посмотрит там ли он находится с этим ли человеком он сидит учитывая что карлсон конечно же получил за это деньги конечно же был огромный гонорар естественно он получил и он должен был его отрабатывать но все-таки он соблюдал какое-то для себя я думаю какую-то для себя игру внутри он для себя построил этот схематоз связанные с теми на с теми уступочками на которые он готов получить идти во время интервью да он сам себе говорил перед этим это сто процентов я деньги получил да но каков будет компромисс не заставит ли встать на колени не расстегнут ли пардон ширинку перед нет нет они этого не сделают это как они крутые эти русские с ними можно иметь дело и потом началось уж лучше бы расстегнули ширинку они из него сделали такого дурака ведь он приехал туда этот карлсон затем чтобы получить там во первых человека который отвечает его внутреннему запросу и внешнему карлсон много лет трендит одно и тоже это какое-то возвращение каким-то устоем какие-то странные традиции отказ всеобщая гомофобия сейчас сейчас говорю совершенно общего и тут и он хотел найти себе этого соплеменника он на хотел в лице владимира путина найти для себя этого кента этого карифана этого друга ему так обещано было ты вот сядь разговаривай все будет просто прекрасно и потом когда это все началось мама моя мне кажется что уже просто самые вот это вот который бурдомодан читают в российской федерации я живу я по своему чату это вижу у меня каждый день стримы вот как собственно и у тебя и я задаю вопрос девочки мальчики смотрели что там как и давай там ни одного положительного просто не было хотя надежды же были хоть какие-то еще хоть на что-то ну надеюсь хотя бы гершковича вытянуть после этого интервью но на твой взгляд можно ли карсона связывать и сравнивать с соловьевым насколько это похожие персонажи похожие фигуры я бы так сказал карлсон он более какой-то какой-то вот для меня все таки я конечно же вот чисто внешне вот это все эти проявления вся эта эстетика для меня важно не выглядит карлсон для меня конченым человеком нет у меня этого ощущения по отношению к нему у меня есть все и непонимание и понимание и и я испытываю к нему и симпатию он из он симпатичен ведь не только мне в какой-то степени симпатию я все это понимаю я понимаю во что чувак ввязался я понимаю что он работаешь он зарабатывает что он отчасти конечно похож на многих из нас кто работает сети и пытается монетизировать себя и какой-то он человек случая и это случай с ним произошел соловьев это конченное это кончено эта история кончена мы не можем и ни с кем его сравнивать соловьев это конченый человек и конченная для меня история его нельзя ни с кем сравнивать его нельзя ни с кем ставить рядом это мерзко к этому нельзя прикасаться Туда нельзя смотреть, в ту сторону нельзя поворачивать голову. Спрашивают тебя по поводу отмен российских артистов. И Кристина Арбакайте, ее концерты начинают отменять в России. Что можешь сказать по этому поводу? Это случилось, это было вполне себе ожидаемо. Кристи до последнего, конечно, я удивлялся ее стойкости, ее какой-то выдержки, ее вере в то, что это можно продолжать делать, работать с этим, кормить коллектив. Я думаю, что, конечно же, она думала об этом, сохранение коллектива именно в рамках Российской Федерации. Коллектив, который должен работать, коллектив, который должен кормиться, платить ипотеку, все на свете, весь этот спектр, который связан с тем, что ведь тот же самый, абсолютно тот же самый вектор рассуждений и у Лолитки, которая отменена к чертовой матери, там другая немного история, все ее знают. Как сказать? Я думаю, что, конечно, внутренне Кристина была очень давно к этому готова. Но, опять же, повторюсь, ее выдержка, ее вот эта вот, ее стойкость, ее какой-то внутренний гранит, все-таки это ее, это ее балтийская кровь. Я отдаю этому должное. Я помню старинное интервью еще до перестройки. Алла знакомила зрителей, там, допустим, с Кристиной. Там приехала съемка, какой-то репортаж, там, для программы «Время», отдел «Культура», там, и все. И Алла говорила, это моя дочь Кристина. И Кристи такая маленькая, еще совсем нежная. И она все равно, Алла уже говорила, настаивала на том, что вот у нее в ее характере есть это балтийское, это что-то такое вот, что-то такое, чего нет в России, в хорошем смысле этого слова, конечно, черты характера. И Алла настаивала на этом. И эти черты, они помогли Кристине, сохраняя лицо, сохраняя политез, не срываясь на гавканье, не срываясь на крик, держа себя как человека творческого, не потеряв лицо. Два года после начала войны, оставаясь в России, приезжая туда, допустим, допускаем это действительно, что она живет в Америке, я помню, что у нее были апартаменты в Майами, кто-то говорил в Нью-Йорке, дай бог ей, чтобы у нее еще и здесь, в Фениксе, в Аризоне появилась квартирка. Ну, в общем, собственно, она выдержала эти два года стойко, она работала, хотя она знала, в любой момент, на любом из этих концертов, любой, извините, мудак, это литературное слово, может сорвать ей концерт. Просто забежав на сцену и раскидав, например, танцоров, нахамив ей со сцены, начав задавать ей вопросы, в итоге этот человек на букву М, этот чудачок, он все-таки нашелся, и фамилия его, я не хочу называть эти прискорбных фамилий, на букву Б, все знают этого доносчика. Он все-таки нашелся, он это сделал, понятно, что он это делает, скорее всего, с какой-то подачи, потому что им нужна какая-то зацепка, ах, вот у нас общественник, ДНДшник, мать его, написал тут такой запрос, с Кристина, приезжает из Америки, и в наглую, что ты думаешь, зарабатывает на бедных россиянах. Нет, они слово зарабатывают, кстати, всегда, они же хитры, как клофелинщики, они это слово всегда опускают, и по отношению, и Крис, и по отношению уже в прошедшем времени, там, Клайми, к примеру, слово зарабатывает, оно уже не звучит. Наживаются на россиянах, то есть можно себе представить, вот сижу я, человек с Альфа-Центавры, не понимаю, что происходит на земле, и новость про Кристину Арбакайту, наживающуюся на россиянах, я себе представляю, что она приезжает с мешками, просто собирает эти деньги, обирает россиян, стоящих перед ней на колени, и уезжает. Но слово работает, что такое работа, что такое гастроли, переезды, бесконечная логистика, никто же не произносит, что Кристина никого не обирает, и ни на ком никогда не наживалась. Она зарабатывала, и, между прочим, Кристина, это билетная артистка, это самое важное, это не Бузова, которая выступает, не пойми где, на каких-то странных мероприятиях, собери ей концерт, никто не придет. Вот так вот, что билеты по трояку, еще что-то, портер по пятере, никто же не пойдет на эту гастролицу смотреть. Кристина, это была билетная артистка, то есть все по билетам, полный зал, все по чесноку. Мало того, она научилась петь. Да, она пела слабенько, это был такой полушепот, она выучилась, то есть и тут включился ее балтийский характер. Она умница. Я желаю Кристине только одного, собрать сейчас всю волю в кулак, плевать на то, что там происходит сейчас, все поставить точку, забыть про этих всех чертей и аккумулировать свои концерты, свои выступления за рубежом. Вопросы приходят в Телеграме и спрашивают у тебя, что ты думаешь о беспрецедентной атаке на Ксению Собчак? Телеканал НТВ выступил с одним фильмом и будет еще второй, в котором рассказывает о том, что Ксения Собчак делает или не делает. Для чего и почему это сейчас? Собчак — это тот персонаж, в отличие от Крис, которую не жаль вообще никому. Мне кажется, что жалеть ее точно никто не будет. Мне тоже вчера пришла ссылка на эту передачу, хотя я практически никогда не смотрю интервью Ксюшкины, я никогда не смотрю какую-то светскую хронику с ней, я на нее не подписан, я ничего не вижу, я буквально ничего не читаю от нее, чтобы не расстраиваться. Ну, в общем-то, кстати говоря, если перенестись к первой части нашего разговора, то ведь Собчак там вылезал, собственно, первому чиновнику Российской Федерации, там говорят от и до, после этого интервью. Там сделала все, просто, я не знаю, старалась так, я когда это читал, мне, честно говоря, стыдно было, там не только она, там еще Тимати, там и Буза, ну, вот это, вот это вот, это банда, банда с коротким, маленьким названием шкурой. Она же так старательно все это сделала, учитывая, что этот фильм вышел на НТВ не просто так, это не просто уникальный журналистский коллектив, Сратова НТВ собрался, этот черносотенного канальца, собрался и придумали, отдай мы про Собчак сейчас, слушайте, такая тема интересная, а давайте всрем Собчак. Нет, конечно же, так ничего не было. Сами себе они там не принадлежат. С какой бы помпой, как бы важно и вальяжно, вот тут с бантиками не сидела где-нибудь, Татьяна Миткова, раздавая интервью. Она раб, как, собственно, и уникальный журналистский коллектив на НТВ. Они все рабы. Они получили приказ. Приказ пришел сверху. Кто там в администрации президента, это конкретно занимается вот этими всеми помощными программами на НТВ. Они получили этот приказ, они отдали честь, сказали, будет с телом. И еще, я всякий раз ловлю себя на мысли, что когда я критикую Собчак, критикую я ее, конечно, мощно, проезжаюсь по ней, ругаю ее всячески, слова всякие крепкие, это одно. Но каждый, когда я слышу, когда ее, например, кто-то вот-вот так чехвостит, ее по-страшному убивает, а НТВ теперь будет ее убивать. Следующая там будет программа, да, какая прелесть. Но они хорошо начали, широко шагают. Я думаю, что и это не конец. Так вот, когда я вижу это, мне становится почему-то обидно за свою бывшую боевую подругу. Вот именно обидно. Потому что я Собчак видел в разных ситуациях. Без одежды вообще видел ее. И это тоже случилось. Без макияжа. И, как видите, остался жив. И при памяти. В общем, чего только в моей жизни не происходило с Собчак. Я знаю, что она подлая. Я знаю, что она мерзкая. Но это мои знания. Откуда они знают там на НТВ? Они откуда это придумали? Они, причем у них какая-то глупейшая нарезка по поводу нее. Из ее программ она там корчит рожи. Я каждый день в своих стримах корчу такие рожи. Я такие песни матерные там пою. Я такое себе позволяю. Это не делает меня плохим человеком. Они, конечно, там высасывали из пальца. Вот сейчас справедливости ради. При всем моем негативном к Ксюшке отношении. Но они делали там, конечно, мерзкие вещи. То есть аргументов у них мало. Присобачиться к ней, прицепиться к ней, по большому счету, вот так, чтобы прицепиться и завести на нее уголовное дело, о которых они там говорили. Или, допустим, начать какое-то расследование. Следственный комитет по этим занялся. Там не к чему прицепиться. Собчак соблюдает все законы. Те российские законы, которые принимаются, вот она сидит, берет эти интервью, она очень четко знает, где ей надо прикусить язык. Да, она дает возможности вот этим всем недоумкам, которые к ней ходят, и потом там дела на них открываются, все это выговорить. Они это все делают, они говорят, они говорят долго, нудно, сочно. Потом им всем прилетает, но ничего не прилетает Собчак. По одной простой причине. Она четко понимает, где заткнуться. И она затыкается. У меня претензия к Собчак другая. Все, с НТВ все, с этим фильмом будем ждать, что там дальше. Я, признаюсь, буду смотреть, наверное, первый раз за последние 12 лет что-то от НТВ повторно, потому что этот фильм я уже посмотрел вчера, посмотрю то, что там будет продолжение. У меня претензия свежая, вот эта сочная к Собчак сейчас одна. Этот, ее уникальный журналистский корректив в лице трех человек. Это Никита, это Тамерлан, и еще Романовский, бывший редактор больших глянцевых журналов, три парня находятся сейчас за решеткой. Насколько я знаю, там все-таки какая-то правда в этой передаче прозвучала от адвоката этих ребят. Собчак никоим образом, никак не появилась в судах. Собчак никак не помогла ребятам. Она не сказала ничего. Она могла бы прийти в суд, но в суде сидит зачем-то Алена Водонаева, хотя на самом деле Аленка, она просто подруга одного из этих ребят. Она не владеет фактурой, она не адвокат. Там зачем-то сидит Алена, блин, тоже при всем моем негативном к ней отношении. Вот тут, конечно, девчонки молодцы, но там должна вместо них сидеть Собчак. Сидеть и вонять. Вот именно это слово я сейчас употреблю. То есть вонять постоянно лезть туда, перебивать судью, просить слово, приходить с адвокатом, вот распространять вокруг себя вот эту Собчаковскую, как она умеет, вот это говно на вентиляторе. Это выражение я у нее, кстати говоря, взял. Вот эту вонь, вот эти испражнения по-собчаковски, как только умеет она. Отстаивать этих ребят, делать все, чтобы их отпустили, делать все, чтобы мы не слышали этих ужасных прокурорских будущностей, которые там им выписывают по восемь лет. Все она должна была сделать для того, чтобы помочь ребятам. Был у нее для этого ресурс? Да. Сделала она что-то? Как говорит адвокат, нет. Оплатила она что-то? Она могла хотя бы сторонне оплатить. Да. Окей, допустим, ничего не получается, дай денег, чтобы не страдали семьи, дай разово, дай, вытащи из кармана, дай наличку. Господи, Ксюша, это такое молодушие, это такие девяностые. Все-таки, знаешь, вот эта версия, вот как живешь ты в детстве, вот так потом ты и начинаешь жить дальше. Собчак страшная скопидонка, скупердяйка, скаридная при этом при всем. Ведь ребята вначале очень на нее надеялись и семьи надеялись хотя бы чуть-чуть, хотя бы немножко. Дай, надо оплатить адвокатов, постоянно нужно это. Ты имела к этому напрямую отношение. Никогда, ничего, заборонено, закрыто, забудьте, ничего не было. И она, в тот момент, когда этим ребятам отмечают их приговоры по восемь лет, она в этот момент делает что? Собирает остатки своего уникального, повторюсь еще раз, журналистского коллектива и рассказывает, что у них был охренительный год, что они великолепно провели это время. Да, так давайте выпьем за новый наш журналистский год, за новые подходы, за мои новые миллионы. Сколько вы там получаете? Максимум тысяч восемьдесят, восемьдесят пять, это какой-то максимум, который она там кому-то одному платит, все остальные на подачках, копейках, так мы же с Собчак работаем. Ну, в общем-то, вот так. Моя претензия к ней в этом. Чуваки в клетке, она поднимает бокальчики, переворачивает и сильно весела. А ведь могла бы она хотя бы на той встрече уникального журналистского коллектива, мать их так взять и сказать, слушайте, ребята, у нас беда, у нас вообще горе, я вас здесь собрала, сказать вам только одно, вы знаете, у нас страшная потеря, наши ребята могут уехать, уехать в самое ужасное место в мире, в самое ужасное место, которое существует со времен юрского периода. Это российская тюрьма, российская зона, российская колония. Давайте выпьем за их здоровье, чтобы было, и все сейчас разойдемся. Нам нечего здесь отмечать. Она этого не сделала. Вопрос про Филиппа Киркорова мы с тобой частично обсуждали, но вот Камила спрашивает, что Рустам знает о переезде Киркорова в Штаты, встречались ли они, и почему именно сейчас государство решило его отменить. Мы частично эту тему затрагивали, но может у тебя есть какие-то дополнительные данные по Филиппу Бедросовичу. Да, в Штаты некоторые люди не совсем понимают его статус здесь в Штатах. Кто-то думает, если у него есть дом, значит, у него есть разные преференции, связанные там с каким-нибудь, скорее всего, и гражданцем, и гринкард. Нет, нет у него ни гражданца, ни гринкард. Он крайнюю свою визу открывал в Болгарии, был очень рад открытию, насколько я знаю, хвастался ближнему кругу, что вот он открыл визу, он так счастлив именно американскую визу. переезжать сюда куром на смех. Куда переезжать? Здесь живёт комьюнити, которая, собственно, как бы в основе своей, можно сказать, находится на передовой, находится вместе. Все тут в тугезере. Мысль у людей в основном одна. Да, есть какое-то количество недоумков, которые ходят и всё планируется туда, вот в сторону вновь образовавшихся раковых опухолей в России. Всё туда, молятся туда, жить без этого не могут, всё доказывают, как там всё классно, при этом почему-то социалку получают здесь, в Соединённых Штатах Америки и тому и подобное. Но в основном здесь, как мне кажется, для Киркорова не только в Штатах, но и вообще по Европе нет публики. Это не Кристи Арбакайте. Это не тот случай. Это даже не Вера Брешна, которая куда-то приехала, кто-то там поорал, ах, ты выступала в Кремле, давай-ка мы тебя... Нет, это совсем другое. И ещё нужно понимать, как будет себя вести этот прохвост. Он будет теперь по России матеньке ходить и вот делать вот такие грустные вот такие вот глазоньки, знаете, я даже сейчас показать не смогу. Так вот делать, так, 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 всё по-всякому, грустинка будет в глазах. Там поделаюсь, тут поделаюсь, тут покривляюсь. Вдруг на глаза попадусь главному команданте, а вдруг он увидит и скажет, а что это у нас Киркоров такой, такой, такой грустный. А ему все вокруг, ну как грустный, как, как грустный-то. А что он такой, подождите, он же, ну этот он, подождите, он же из той же банды, что и этот, Жириновский, да, помните, Жириновский такой был. Та вот, вот эта сладкопопая банда, та же банда, что он грустный такой, говорит, я помню его 20 лет назад перо из задницы торчало. А что он такой, что он такой какой-то, а ну как, да вы знаете, вы знаете, Владимир Владимирович, ну выступать нельзя, то он, да все, вот по закону, вот запретили, он там вот голый, в гиперовых трусиках был, все прочее, стоял скромненько, стоял в сторонке, как-то девчонка из одноименной песенки, вот, а мы его вот взяли, вот по вашему, собственно, приказу отменили. Да не, 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 переборщили, ребят, ну, ну, божь, божь, не, не, нормально, нормально, он же, смешные, веселые, да, это он, он, да, да, Владимир Владимирович, он, а он как вообще, вот это вот, да не, все нормально, наши мальчики, а, наши мальчики, да, помню, понял, понял историю про наших мальчиков, да не, пусть выступает, хочет выступать, пусть выступает, возвращайте его, вот, он на это теперь надеется, я думаю, что ничего этого не будет, я вообще не понимаю тех спикеров, уважаемых, которых я очень уважаю, которые у тебя здесь в эфире, говорят, ой, еще чуть-чуть, там, допустим, до выборов, а потом все ослабнет, и все пойдут, вот это опять, гуляй, рвани, на что хотим, то и делаем, там на войне народу гибнет, по тысяче человек в день, тут эти, путь домой эти бабы воют вопят, яиц нет, курятина к чертовой матери куда-то проедет, а эти опять начнут в гиббюре танцевать, коленца выкидывать, Вадя, нет, поверьте, ребята, моему опыту старого, так сказать, троглодита, ни хрена не будет, не будет, никто их никуда сейчас точно возвращать не будет, это раз, во-вторых, нет этого схематоза возврата, какой схематоз, через окоп, Киркоров в окопе, Ларита в окопе, в каких позах, можно мне узнать, они там будут находиться, ну Киркоров понятно, Ларита она, слушайте, она у нее ревматизм, колени ревматоидные, ну короче, я извиняюсь, перед публикой, которая сейчас здесь собралась, но для этой банды, мне добрых слов не жаль, я могу над ними только смеяться, только ржать, только глузовать, и издеваться, потому что они столько лет издевались над бедной российской публикой, а потом, когда началась война, они заняли малодушнейшую, уродливую позицию, кинув нам ее в лицо, и показывая, нате, мы тут и споем, и спляшем, и так, и сяк, и априори, да, и вот они получили, поэтому я очень хочу, я очень надеюсь, что будут они на вольных хлебах, где-то там, еще довольно давно, еще довольно долго, и пусть они там и будут, подальше, и посмотрим, чем все это закончится, потому что мне очень интересно, что будет делать Киркоров дальше, там ведь тоже коллектив, который надо кормить, там ведь тоже директор, там люди, которые привыкли воровать, с его гонораров, там допустим, оформлять концерты, брать предоплату, что-то там отщепнулось, ну, известные дела, все же хотят кушать, рядом с ним, Вадечка, ты бы видел эту картину, что тут вообще, запрещенные в России, признанные Российским Верховным судом, экстремистская банда, во главе нее на три головы выше Киркора, и вот эта вот банда экстремистов, в ярких шмотках, с вертлявыми всеми частями тела, сначала в Майами, потом в Лос-Анджелесе, потом еще где, потом, по-моему, в Нью-Йорке, но теперь же все это нужно вернуть в Россию, ну, посмотрим, посмотрим. Абилан прощен, он все-таки съездил на оккупированные территории, там гуманитарку вроде он как бы вез, но тем не менее он был среди российских военных, которые весь мир признает оккупационными войсками, то есть его простили за это в России, в Кремле? А списки, новые списки, в которых он тоже в числе запрещенных артистов, к выдаче, к концертам, гастролям, списки. То есть зря поехал, что ли, получается? И там он, слушай, если выяснится, что да, то это будет тоже сильно смешно, потому что жалеть его тоже некому. Артист так себе аховый тоже. Все давно забыли про его вокальные экзерциссы и про то, что он когда-то надежды подавал. По мне, так Билан все в начинающих ходит, а теперь уж так уж и подавно. Не знаю, вот эти списки, насколько они релевантны, насколько они адекватны, насколько это все правда, насколько это все может случиться. Ну, слушай, отменяют уже всех подряд. Просто всех подряд. Я не знаю, с кем они останутся. Кого они будут тащить? Эту сумаспродную, сумасшедшую цыгану выступать вместо всех них? У нее песен нет. Материал вообще, в принципе, за 30 лет она одно говно напела. Кого еще? Валерий Яковлевич Леонтьев, сильно старый из Майами, летать туда-сюда обратно. Нет, вот он долетел до Дубаев, дал там частное мероприятие, и был таков. И, между прочим, ничего про наших мальчиков не рассказывал. И никому там в любви не клялся. И ни перед какой Мизулиной на колени не падал. Да потому что он их всех видал. В одном месте, в белых тапочках. Всех их. Да, он всех хитрее. По спискам. Кто тебя удивил из включенных в этот список? Вот этот самый Билан, потому что тут ты прав, мы тут с тобой схожи. Дело в том, что Билан в самом деле ездил туда. А еще так, что прям удивил, удивил. Я думаю, этот список постоянно будет пополняться. Вот те вот все ребята, вот типа вот группы «Анакондос», «Шорттеррис» и так далее. Ради Бога! На что они, на что другое надеялись? Тут только мое сочувствие. Это молодежь. Они классные, они крутые, они музыкальные, они люди культуры, музыкальной культуры. Это та самая надежда России, которую, конечно же, самой России сейчас не нужна. Надежда во всех смыслах этого слова. Это великолепный кинофонд. Это прекрасные люди. Это не Ксения Бородина. Послушайте, и не Маша Малиновская. Это очень крутые люди, смелые. Но они их подавили, они их задавили, и теперь от них ничего не остаётся. Выступать они не могут, им надо как-то зарабатывать. Я не знаю, что дальше будет. Конкретно с этим списком не понимаю, как выступать. Квартирники. Обязательно найдётся доносчик, который всех сдаст. Туда войдёт ОМОН. Что ещё? Что там может быть? Я с трудом представляю. Но посмотрим. Всё очень неочевидно. Нам каждый день новые сюрпризы. Каждый день новые сюрпризы, новые унижения, новые приколы, всё новое. Так что, я думаю, мы увидим ещё много чего интересного. Ты упомянул Машу Малиновскую. Я как-то, может быть, упустил из виду, но она не то чтобы очень активно высказывается. Что с ней вообще сейчас? Маша Малиновская столько лет. Не хочу ничего говорить. Понимаешь, она... У меня был с ней конфликт. Я как-то в своё время как-то грубо про неё высказался, что вот она... Ну, понимаешь, у неё та же большая, очень большая была проблема, что и у очень многих в тот момент. Но она доказывала с пеной у рта, всех родственников притащила. Причём она была в, конечно, очень странном виде. Она была под чем-то в тот момент. Ну, это была программа Андрея Малахова. Андрюшка хотел сделать ей комплимент. Ему хотелось ей как-то помочь вытащить из того болота, в котором она находилась. Ну, в том же болоте она и находится. Вот, пусть с ней. Вот она себя уже оформила. К ней вообще вопросов никаких нет. Вопрос из чата про Ксению Бородину, которую ты упомянул. Зачитая, как есть, эта цитата. Рустам, сколько стоит совесть Ксении Бородиной, которая раз или два в неделю хвалит государство? Андрей задаёт такой вопрос. Слушай, тут тоже такое... Это странная какая-то тема. Деньги она берёт. Деньги крупные, конечно, за посты. Чувствует она от этого себя хозяйкой жизни. Вот, может, ты мне объяснишь. Я уже очень много раз говорил, конечно, про эту... Она даже не с... Она пробник. Потому что Бородина выглядит... Она ростом, примерно, вот с моей наушники. Вот с... Нет, нет, не так. Давайте уже... Буду комплиментарен. Вот с эту бутылку с водой. Ну, в общем-то, этот пробник, она, конечно, решила, что она Бога держит за бороду. Ну, слушай, вот скажи мне, пожалуйста, они хотят с 1 марта запретить любой VPN. Инстаграм, через который Борода питается, это... Он жив в России только благодаря VPN-устройствам. Я грубо говорю, тут нет VPN-а, поэтому я немножко поотвык и немножко не обладаю той вот правильной... правильным объяснением, как и что с этим VPN-ом. Если, допустим, они отключат, то всё. Значит, я так понимаю, инстаграму хана в России. Ну, VPN-а же огромное количество. Отключат этот, появится другой. Они хотят отключить неопределённый VPN, они хотят отключить как бы матку, корень всех VPN-ов, понимаешь? Я себе там представляю, как они это будут делать. Можно кабель перегрызть, в принципе, тогда, да, уже ничего не будет работать. Окей. VPN... Кстати, раз ты об этом упомянул, я посоветую нашим зрителям скачивать наше приложение, которое мы специально запустили, на такие случаи. Оно автономно, с автономным потоком, автономным видеорядом от, например, YouTube, в адрес которого постоянно звучат угрозы, обязательно скачайте в App Store и Play Market. Play Market, да, у нас называется на Android? Да. В общем, там можно грэм написать и найти по нашим цветам приложение или по ссылкам, которые будут в описании к этому видео. Обязательно присоединять. Так что, да, использовал как раз информационный повод, чтобы об этом напомнить. Ну да, но я не знаю, все может быть. Они могут и перерубить кабель, и перегрызть кабель, и тогда точно никакого интернета не будет. Но это маловероятно, мне все-таки кажется. Думаешь, что будут они пользоваться? Ну, пусть пользуются, в любом случае, как-то совесть продана, совести никакой не осталось. Я считаю, мы как-то все обнулились за последние два года. Вот то, что было до 22-го года, это одно, после 22-го года это другое. Посмотрим, посмотрим, потому что в любом случае все так изменяется, все так переменяется резко. Только вчера они ходили Гоголем и считали, что все в порядке и по 600, и по 700 тысяч за пост, извините, но не хухры-мухры, это крупные и крутые деньги сейчас для России. А на завтра посмотрите, что Собчак. Посмотрите. Один фильм на НТВ, ожидается второй, а потом что? Я помню эти фильмочки такие на НТВ раньше. После них обычно я помню эту анатомию протеста. Почему-то в голову почему-то приходит вот это вот. Я помню, как после того начались аресты. Очень хорошо помню. Пусть призадумаются. Пусть. Пусть. И Бородина тоже. Вопрос к себе. Помнишь ли ты Влада Кадони и поддерживаешь ли с ним отношения? Влад Кадони тоже, кстати говоря, строчил посты. Там у себя тоже ставил с начала войны. Я очень хорошо помню. Мы, наша страна в окопе, мы ставим такие хорошие, прям жирные такие посты. Слушай, Кадони это, как вам сказать, это вот у него вот был все время вид такого непромытыша. Как будто, а потом я видел, заглянул в душ и увидел, что он а, нет, даже не так, никуда я не заглядывал. Мне в аппаратный рассказали. Из аппаратный по большому секрету тогда, что Кадони моет голову без шампуня, без шампуня. Он просто мочит ее водой и вытирает полотенцем. И вот, ты представляешь, какой там, какой там фан, там, как от него вообще пасло вообще в этот момент. Ну, то есть не мыть голову неделями, а просто споласкивать ее водой и вытирать. И вот, в принципе, вот этот его образ, я уже с ним заканчиваю, в принципе, вот тот его образ, он перекинулся и на сущность его, и его сущность тоже такая, она воняет. Мне доста... Я лично, я своими глазами видел эти его посты продажные, и я подумал тогда, господи, шмакодявка ты, хрен. И ты туда же. Боже, на тебя без слез нельзя глянуть. Это же... Это такое, что-то такое, вот это вот... Такое, оно плохенькое, плохо одетое, плохо обутое, какое-то все недоразвитое. Не хочу. Дальше я сейчас разойдусь просто. Я эти люди и призираю. Давай перейдем к другому. Арчи спрашивает у тебя. Рустам, как вы относитесь к Тейлор Свифт, как относитесь к Майле Сайрус? Великолепно. Девки классные, американки, голосисты. Тейлор Свифт сама пишет себе всю, вообще, всю свою, весь музыкальный материал. Вся структура Тейлор Свифт, это переход от кантри-певицы к... в какой-то момент она стала петь стилизованный кантри, потом она стала петь поп-музыку. Это очень сильные переходы. Мне она кажется очень положительной, она мне кажется позитивной. Мне не кажется она вредным человеком. Я смотрел фильм документальный о ней, Американо, он называется. Это прям вот Американо, на конце буква А, он прям ее вот выражает. Она большая, она мощная. Вот она, вот она та вот, та потомственная, сейчас скажу, может, для кого-то неприятную вещь, но те англосаксонцы, которые когда-то, англосаксы, которые когда-то приехали, вот она вот потомок, самый настоящий этих людей. Она большая, она маслокастая, она белая, она мощная, она красивая девка. Я вообще ей всегда любуюсь. Я не слушаю ее музыкальные материалы, но мне просто кажется, что она неплохой человек, у нее красивая, открытая улыбка. Она не постит никаких проплаченных постов, она не хвалит никаких политиков, хотя там кое-что, там был какой-то нюанс с ней пару лет назад, и она закрыла у себя комментарии в Инстаграме после этого. Но это было так мало, этого было так ничтожно, что она, она в итоге, это можно было тогда, как ее какая-то ошибка, она искала себя, что ли. А Майли Сайрус, это другое, это бунтарь, это хриплый голос, это девочка, которая тоже вот взяла от отца самая лучшая, Билли Рей Сайрус, это был кантри-певец, Эки Бреки Харт, это был огромный хит в Соединенных Штатах Америки, и все эти американки, надев ковбойские шляпы, танцевали под его Эки Бреки Харт, вот, и он потом ушел, он стал, он взял какой-то сан, он стал молиться сильно Господу, стал сильно религиозен, потом ушел от этого, и опять зазвучало в новой интерпретации Эки Бреки Харт, но его доченька успела подрасти, и звезды сериала детского, она превратилась в настоящую бомбу. Это очень круто, и я желаю ей только всего самого наилучшего, и то, что она поет, и ее ковера на старые треки, там, той же Тины Тернер, и той же Бейонс, и при этом ее материал песенный, ее песня Flowers, это песня номер один, по-моему, всего прошлого года, и она заслуженно получила за нее гремми. Вопрос от Ольги. Рустам, где сейчас Наташа Королева, и как она относится к войне? Если знаете, пожалуйста, расскажите. Наташа Королева относится к войне положительно, позитивно, я думаю, что она нашла в себе вот эти вот ответы на эти вопросы, я думаю, что сама для себя она нашла эти оправдания именно для себя, эту, эта система координат у нее уже выстроена, ведь не зря не просто так же не со страсти ее этот муж, этот Тарзан, прости Господи, начал зиговать с самого начала войны. Не просто так же, они же все-таки как бы вместе, они всегда были вместе, я помню порнографические фотосессии, которые разбирались на ток-шоу с Борисом Корчевниковым, тогда еще вполне себе нормальным, как-то вот это вот все, то есть они были, они как семья были вместе, это не то, что она там, он там, нет, это была семья, действительно, и когда он это начал делать, это же тоже было как-то вот, они как-то к согласию пришли, они как-то об этом договорились, учитывая, что там есть еще Людмила Ивановна Порывай, тоже, я так понимаю, счастлива, сходящая с ума в Майами от ничего не делавания, но при этом Людмила Ивановна Порывай свою позицию показала, она ее высказала, это была позиция проукраинская абсолютно, как сейчас они находят общий язык, я не знаю, но версия только одна, они внутри для себя выстроили, повторюсь еще раз, эту систему, в которой сами себя не простили, оправдали и решили так, слушай, Владимир Владимирович Путин наша судьба, ну, куда мы без него, Наташенька, ну, тебе вот скоро будет там 62 года, ну, надо же будет в Кремлевском дворце след, ну, как ты без Кремлевской сцены отметишь этот день рождения, ну, как вот к тебе все придут, эти все замечательные певицы, Жасмин, ну, кто там еще, и вот, и по списку эти бесстари, как они придут, как они будут тебе вручать букеты, ну, как, скажи, пожалуйста, давай все-таки, ну, как-то вот все-таки, поэтому я думаю, что они нашли внутри себя эти компромиссы. Ну, что ж, будем следить за развитием событий, спасибо тебе, что вышел в наш эфир, я знаю, что у тебя очень раннее утро, у нас, или что у тебя там, на часах, не знаю. У меня 5 часов, 5 часов, 7 минут утра, я после мероприятия, я 2 часа прыгал, пел песни, веселил прекрасный народ, прекрасных женщин и мужчин, я всем желаю прекрасного воскресенья, у всех, у кого утро, приходите ко мне в YouTube, если вдруг посчитаете нужным, каждый день, кроме сегодняшнего, правда, у меня стримы, приходите ко мне на стрим, вечерами, я вас, вот побудете у Вадички, приходите ко мне. Да, рекомендуем, потому что наши зрители приходят из твоих стримов к нам, из наших стримов к тебе, и вообще происходит круговорот зрителей в природе. Спасибо тебе, и до следующего раза, всего доброго, пока. Пока. Мы продолжаем наш стрим.